Здравствуйте! В эфире «Мои Удмуртии новости» в студии Марина Валь. Смотрите выпуски. Цены под контроль. Александр Соловьев поручил создать в Удмуртии специальную группу, которая будет следить за ценниками в магазинах. Новые беженцы в Удмуртию прибыла очередная партия вынужденных переселенцев с Украины. Как идет процесс трудоустройства? Покатались. Страшные истории от ГИБДД. Что случилось с водителями Удмуртии? За неделю десятки серьезных ДТП. Сколько стоит набор первоклассника? Удмуртстад рассчитал и какие новости приготовила для выпускников Министерства образования. Расскажем. В Удмуртии создана рабочая группа по контролю за ценами на продукты. Сегодня об этом заявил Александр Соловьев на традиционном для понедельника совещании с руководством республики. Важных новостей было много. Елена Реверчук продолжит. Создать в Удмуртии кластер стрелкового оружия предложил исполняющий обязанности главы региона Александр Соловьев. Поддержал директор корпорации Ростехнологии Сергей Чемизов. Сейчас необходимо новое производство для оборонки, для комплектующих, которые раньше поставляла Украина. Те изделия, которые выпускались на Украине, те поставные элементы. Надо как можно быстрее открывать эти производства. Я уверен, не только на нашей земле удмуртийской, но и других субъектов. Поэтому сейчас кто быстрее освоит это производство, тот и получит заказы. Площадками для размещения производства Удмуртии могут стать в частности Сарапульский электрогенераторный и радиозавод. Эти перспективы Александр Соловьев уже сегодня обсудил с руководством промышленных предприятий. До конца недели должна решиться судьба 12 из 28 государственных предприятий республики, где недавно прошел аудит. Как оказалось, без нарушений работают единицы. Скорее всего, Медавтотранс, полиграфический комбинат, ряд других предприятий и соответствующие министерства ждут кадровые перестановки. Где удаешься? Куда смотрят наши отраслевые министерства? За кем закреплены непосредственно эти наши предприятия? Да никуда вы не смотрите. Я уверен, не с 12, но человек 8 нужно увольнять. Увольнять прямо за несоответствующие занимаемой должности. Перепутали свои карманы с государственным. Контролировать работу нужно не раз в год, а ежедневно, заявил Александр Соловьев. Именно такой ежедневный мониторинг он поручил вести по ценам на продукты. Министерство торговли и сельского хозяйства будут каждый день отчитываться о состоянии продовольственного рынка. По контролю за ценами создана рабочая группа. Мониторить все цены. И причем ежедневно. И не только в городе Ижевске. Надо какие цены в Кизу, какие цены в Дебесы. Мониторить, мониторить, мониторить. Нерадивы сразу надо. Разбираться с нерадивым. А с чего? Друг цена-то поднялась. Больше продуктов ниже цены. На подъем сельского хозяйства рассчитана треть из почти 200 проектов, которые были представлены в районах. В рамках обсуждения программы социально-экономического развития Удмуртии на ближайшую пятилетку. В общей сложности сумма инвестиций, вы только не падаете с мест, это 276 миллиардов рублей. Вы представляете? Страшно подумать. Но тем не менее, значит, все проекты приняты. Сразу такую сумму не найти. Но правительство уже готово подписать ряд соглашений. Часть проектов будет заложена в бюджет следующего года. Елена Реверчук, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». На совещании сегодня разбирали и последствия непогоды, которая обрушилась на республику в выходные. 39 населенных пунктов в Сарапольском, Завьяловском и Малопургинском районах из-за грозы остались без света. Сегодня электроснабжение должны были восстановить. Автовладельцы пошли в страховые компании. Особенно ижевчане столицу республики во время ливня в очередной раз топило. По городу Ижевску, вот коллеги, вот эта тема ливневой канализации, ну, мне кажется, что пока администрация вплотную за эту проблему не возьмется, не от случая к случаю, а от дождя к дождю, так проблема и будет висеть. Мы уже встречались и говорили, что готовы софинансировать. Не финансировать, а софинансировать. Это позиция Александра Васильевича, абсолютно, и правительство точно такая же. Помогать готовы, но за вас решать эти проблемы не будем. Представители Ижевской администрации в ответ промолчали. Между тем, не исключено, что проблема вновь возникнет уже в ночь с понедельника на вторник. Синоптики прогнозируют очередные ливни. Особенно сильными они будут на юге региона. 8 погибших, 30 травмированных и 210 пьяных водителей. В ГИБДД сегодня подвели итоги ушедшей недели. Статистика плоха. И объясняет дорожной полиции, 140 человек сели за руль, не имея прав. Такие цифры бывают на праздничных неделях, но никак не в обычные будни. Свежий пример. В воскресенье в Сараполе водитель без прав врезался в здание и погиб. Странное ДТП случилось в Ижевске. В субботу водитель с загипсованной ногой сел за руль. По словам очевидцев, он был пьян, так же, как и пятеро его пассажиров. В итоге машина врезалась в стол. 4 человека попали в больницу. Основной вид ДТП – это столкновение по причине выезда на встречную полосу, а также опрокидывание транспортных средств и наезды на препятствия, связанное с тем, что водитель выбирает скорость движения транспортных средств, не обеспечивающая контроля. Что случилось с водителями Удмуртия и ведомстве, комментировать не берутся. Уточняю только, что контроль будет ужесточен. Массовые проверки на водительскую трезвость станут регулярными. Под особым контролем и те, кто садится за руль, не имея на это прав. Еще около сотни беженцев из Украины приехали в республику. Поезд с вынужденными переселенцами прибыл в Ижевск из Ростовской области в субботу. Новая партия тоже разместилась в Кварсе. Сейчас в бывшем общежитии аграрного техникума находится 152 человека. Всего, по данным главного федерального инспектора по Удмуртии, количество переселенцев в республике уже больше двух тысяч. С вновь прибывшими работают медики. Три человека были госпитализированы еще в выходные. Среди них и беременная женщина. Она доставлена в перинатальный центр. В ближайшее время в Кварсинский пункт переедут специалисты миграционной службы и работодатели. Дмитрий Мустин сообщил сегодня, что половина беженцев, прибывших в Удмуртию, месяц назад уже трудоустроились в работу. А вместе с тем и служебное помещение. Они нашли как в Ижевске, так и в районах республики. В городе Ижевске у нас в основном трудоустраиваются в торговой сети. Второй по численности – это и Попад, и Горэлектротранс. Люди устраиваются на автозавод. Это вот такие основные направления, куда люди трудоустраиваются. Кроме этого, в районах устраиваются на перерабатывающие предприятия. Трудоустраивают с механизаторами. Кроме того, о трех сотнях дополнительных вакансий для беженцев заявили сегодня представители автозавода. Решение проблемы с жильем для будущих сотрудников предприятия взял под свой контроль Дмитрий Мусин. Первоклассницы дороже первоклассников. Удмуртстат сегодня отчитался о том, в какую сумму обошлись родителям сборы детей в школу. Оказалось, что девочку к первому сентября собрать дороже, чем мальчика, почти на 300 рублей. Минимальный комплект для мальчика стоит 9240 рублей, для девочек – 9,5. При этом цены выросли на 900 и 1000 рублей соответственно. В Удмуртстате отметили, что в минимальный набор входят школьная и спортивная форма и обувь, портфель, 20 школьных тетрадей, альбом для рисования и по три шариковых ручки и карандаша. Набор фломастеров, комплект из 10 учебников. У Миноборнауки есть новости для родителей и выпускников. ЕГЭ начнется уже с декабря. Например, итоговое сочинение. Каким испытанием готовится старшеклассникам, узнала Анна Ковырзина. Иван Ельцов предпочитает точные науки. Поэтому, когда узнал, что в этом году всем 11-классникам придется писать сочинение, начал готовиться заранее. Тем более, что итоговое сочинение пройдет уже в декабре, а не в феврале, как предполагалось сначала. Я думаю, что школьной программы, в принципе, хватает. Однако, все равно придется посещать дополнительные курсы, там элективы и так далее. То есть, придется время тратить все равно. Сочинение будут оценивать по системе зачет-незачет. В Минобразовании не исключают. Не все выпускники успеют подготовиться к декабрю. У тех, кто с заданием не справится, будет возможность переписать экзамены еще раз в феврале. Еще одно нововведение коснется предметов, изучение которых школьники заканчивают в 10-м классе. Чтобы за год не забыть пройденный материал, в профильном министерстве предусмотрели возможность написания ЕГЭ, к примеру, по географии, уже после 10-го класса. Педагоги ратовали за это уже давно. Если ребенок 2 часа прошел географию в 10-м классе и в 11-м ее не будет, то, конечно, лучше сразу сдать ЕГЭ, потому что эти знания, они просто наполовину испарятся. По происшествии одного года в 11-м классе нагрузка будет очень большая по другим предметам. Если результаты ЕГЭ по выбору учеников не устроят, у них будет возможность пройти переэкзаменовку. До этого года переписать можно было только русский язык и математику. Коснуться изменений выпускников прошлых лет. Если раньше они могли сдать ЕГЭ только в основные сроки проведения – в мае-июне, то со следующего года смогут участвовать в испытаниях досрочно. В ЕГЭ существует досрочный этап, который проводится для детей, которые по состоянию здоровья не могут принимать участие в основные сроки, то есть в мае-июне. То есть это по состоянию здоровья те, которые выезжают из страны, и участники каких-то международных соревнований, то есть те, которые имеют уважительные причины. Сейчас в досрочном этапе могут принимать участие выпускники прошлых лет. То есть это тоже определенный плюс. Изменения коснутся ЕГЭ по английскому языку. Какие именно – этот вопрос сейчас на рассмотрении Минюстер России. Анна Ковырзина, Александр Шарабоков, телеканал «Моя Удмуртия». Зоопарк Удмуртия сегодня, вопреки обычному расписанию, был открыт для посетителей. Правда, не для всех. Большой праздник «Дорогу и добра» проводится здесь уже второй раз, и адресован он малышам и взрослым с ограниченными возможностями из всех районов республики. Тему продолжит Софья Цыгинцева. Показательные программы с участием звезд Ижевского зоопарка. Таких здесь множество, поэтому почти у каждого вольера толпа зрителей. Большой праздник под открытым небом в окружении животных для людей с ограниченными возможностями в зоопарке устраивают уже второй год подряд. Успех, говорят организаторы, просто ошеломляющий. Только в первый час после открытия праздник посетило полтысячи зрителей. С каждым годом зоопарк открывают нам двери, и все больше и больше народу радуются такому большому празднику. Во-первых, это интеграция. Здесь есть спорт, когда дети уже имеют возможность поучаствовать даже и не чувствуют себя в каких-то ограничениях. И вообще, слава богу, за все устраиваются такие праздники. Лада Вахарина в зоопарк приехала вместе с мамой. Рассказывает, животных обожает. Среди любимцев обезьянки и сурикаты. С ними она сегодня уже успела поздороваться. Теперь горит желанием принять участие в мастер-классе. Чему хочешь научиться здесь, за этим столом? Бусины сделать, бусы. Иголочка? Потому что картины я делала уже, а хочу бусины. И научишься делать, да? Выступления ансамблей, танцевальные номера и различные конкурсы. Программа «На день» насыщенная. По словам Максима Воробьева, председателя Республиканского отделения Всероссийского общества инвалидов, такие мероприятия для людей с ограниченными возможностями. Шанс собраться всем вместе и получить заряд позитива надолго. Это такой праздник на открытом небе. Под открытым небом люди говорят спасибо за то, что они общаются между районами. Когда бы они еще пришли и вот так пообщались на открытом воздухе друг с другом. Софья Цыгвинцева, Руслан Нуре Ахметов, телеканал «Моя Удмуртия». В Сарапу на один день стал спортивной ареной. Заняли ее не профессиональные спортсмены, а сотрудники нескольких предприятий. Так называемые корпоративные спартакиады в Удмуртии становятся очень популярными. Почему, расскажет Гелена Лебедева. Четыре команды, сто участников и еще больше болельщиков. Это третья летняя спартакиада среди работников холдинга «Удмуртспиртпром». На один рабочий день они сменили корпоративную форму на спортивную. В этом году летние старты проходят в Сарапуле на новом стадионе. Это все делается для того, чтобы в первую очередь молодые люди вели здоровый образ жизни, чтобы росли наши дети здоровыми и крепкими. И все это поддерживается той политикой, которая проводится в Удмуртской республике на протяжении многих лет, в том числе и в отрасли, будем говорить, спортивной. Это строительство новых стадионов. За последние 10 лет их построено уже 14. С каждым годом мы видим сегодня наших спортсменов, которые сегодня достаточно более профессионально уже выступают, появились. Мотивация же есть к этому. Появились новые спортсмены и предприятия сегодня при подборе кадров. И этот фактор учитывают. Определить фаворита предстоит в шести дисциплинах. По легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису и впервые по бадминтону. Среди руководителей мы играем в бадминтон. Почему бадминтон? Многие, может, что за игра. Но сделали так, чтобы все были более-менее равны. Потому что я, например, играю в теннис, а кто-то не играет. Соответственно, он уже победитель определен. А здесь более-менее все равны. Сосредоточенные лица спортсменов и невероятный накал эмоций в настольном теннисе. С первых минут игры уже стало ясно. Команды серьезно подготовились. Борезинцы, например, все свободное от работы время проводят на кортах. И даже устраивают свой корпоративный турнир. Каждый тренируется со своим или с другом, или по работе товарищем. Перед соревнованиями мы занимаемся у нас в этом спорткомплексе в Близино. Пляжный волейбол тоже впервые включили в спартакиаду. Провести его руководство Сарапульского ликероводочного завода уговорили сами сотрудники. Подготовка была очень сложная, потому что погода нам не давала это делать. То песок был холодный, то мокрый. Но насколько это возможно, мы пытались, тренировались. Помогали нам здесь местные наши волейболисты, которые нас поддерживали в тренировках. Фаворитами спартакиады в итоге стали работники завода «Факел». За ними глазовчане бронза у Сарапульского ЛВЗ. Впереди у сотрудников холдинга зимние игры. Они пройдут в Близино. Елена Лебедева, Артем Пушин, телеканал «Моя Удмурти». В русском драмтеатре готовится поставить «Ромео и Джульетт». Топ-премьера состоится уже в этом месяце. С новой постановкой театр открывает 80-й юбилейный сезон. Зрителям обещают массу сюрпризов. Действия непримиримой вражды двух семейств, а вместе с тем и одной из самых романтичных историй любви – «Ромео и Джульетты» – разворачиваются в наше время. Так режиссер Сергей Павлюк интерпретировал пьесу. Под звуки известных мелодий актеры показывают чудеса пластики. Для этого в команде постановщиков задействован хореограф. Мы берем пластику и осовремениваем. Делаем ее для молодежи, делаем ее с молодежью самое главное. Современная музыка, современная пластика, хореография современная. То есть должно быть, я думаю, очень динамично. Дарью Гришаеву исполнится лицо роли Джульетты. Ижевский зритель помнит по постановке «Пигмалиона». Там она сыграла роль Элизы Дулитл. В этом спектакле вновь ведущая роль. И, как рассказывает актриса, в очередной раз нежданная. У меня не было такого, что прям я Джульетту мечтаю сыграть. Потому что другое представление было, что она такая лирическая. А вот Сергей Николаевич Павлюк, наш режиссер, за что благодарный ему, что он сказал, что это не обязательно должна быть лирическая героиня. Мы сделаем обычную, современную девушку. По словам актеров, в спектакле будет много сюрпризов для зрителей, чего стоят одни движущиеся декорации. В нетрадиционном прочтении публика увидит и другие характеры многих героев. Ромео будет непривычно меняться в разных ситуациях. Ромео, конечно, мужественный, но с очень тонкой душой. С очень ранимой душой. И потеря Джульетты, которая на нем очень сказывается сильно, открывает его совсем с другой стороны. Спектаклем «Ромео и Джульетта» русский драматический открывает 80-й юбилейный сезон. Отмечать праздник актеры собираются новыми творческими находками. Так, в шефспировском спектакле они предстанут перед зрителями в современных костюмах в стиле модерн. Софья Цигбинцева, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Удачи вам и до встречи.